Здравствуйте, дорогие ученики 11 класса! Сегодня мы с вами возьмем на изучение новую главу и новые понятия, что такое альдегиды и кетоны. Ознакомимся с ними. Альдегиды, так же как и спирты и фенолы, относятся к кислородам, содержащим органическим соединением. Функциональная группа альдегидов указали у себя. Является альдегидная группа. Обратили внимание на данную функциональную группу. Это СОН или же вкратце можно записать так СХО. Дальше смотрим. Альдегиды. Органические соединения, в молекулах которых альдегидная группа соединена с углеводородным радикалом. Смотрим. Только лишь в муравьином альдегиде и запоминаем это. Альдегидная группа соединена не с углеводородным радикалом, а с атомом водорода. Это надо запомнить. То есть, если общая формула альдегидов РЦО, то есть функциональная группа связана с радикалом, то в муравьином альдегиде данная функциональная группа ЦХО связана с водородом. Это запомнили и записали у себя. А мы продолжим. Альдегиды. Смотрим схему. По природе углеводородного радикала могут делиться на предельные альдегиды. Обратили внимание на данные формулы. CH3COH. Это уксусный альдегид и на его пространственное строение. Также бывают непредельные альдегиды. Обратили внимание, у непредельных альдегидов уже у радикала появляется двойная связь. Можем увидеть пространственное строение. Это акролаин. Запомнили? Или же пропиналь. А также могут быть ароматическими. Обратите внимание, функциональная группа CHO соединена с бензольным кольцом. Можем увидеть пространственное строение и берем название бензойный альдегид. Ребята, записали это у себя. И мы переходим к следующим. Группа. CHO называют карбонильной группой. Карбонильная же группа является функциональной группой для кетонов. Кетоны. Это органические соединения, в молекулах которых два углеводородных радикала соединены с карбонильной группой. Например, смотрим. Смотрите, два радикала соединены с карбонильной группой CHO, диметил, кетон или ацетон. Здесь также. Но здесь два разных радикала. Метильный радикал и этильный радикал соединены с группой CO и получается метил, этил, кетон. Дорогие ребята, а теперь давайте мы с вами возьмем общую формулу альдегидов и, как ее выражаем, СН, H2Н плюс 1, CHO, где N больше или равно нулю. А также можно ее записать вкратце. СН, H2Н, О, ну и следовательно, N больше или равно единице. Смотрим дальше, ребята, и фиксируем у себя эти формулы. Метаналь, следующий альдегид – этаналь и следующий альдегид – это пропаналь. Также можно продолжить последовательность. Смотрим, как мы их будем называть. Обратили внимание на формулу, как называем. Первый углерод – это углерод при функциональной группе. То есть вот у нас CHO – функциональная группа. Значит, этот углерод мы будем принимать как за первый углерод. И далее уже пойдет последовательность. Один, два, три. Потом смотрим, где у нас находится метильный радикал. Правильно. Метильный радикал в положении два. Называем с положения метильного радикала. Два метил, пропаналь. Три – это пропаналь. Дальше смотрим вот на данную формулу. Хорошо. Надо найти длинную цепь. Правильно. А для этого смотрим, где же у меня первый углерод. Первый углерод – углерод при функциональной группе. Значит, один, два. Если так пойду, будет три. Опустимся вниз. Три, четыре. Следовательно, длинная цепь. Вот она у меня. Метильный радикал оказался в положении два. Называем. Два метил. Если длинная цепь состоит из четырех углеродов, это будет бутаналь. Два метил – бутаналь. Еще раз посмотрели на данные формулы и запомнили. Углерод. Первый – это тот углерод, при которой находится при функциональной группе. Записали у себя. И мы продолжим. Берем следующие формулы. Муравьиный альдегид. Запишите. Уксусный альдегид. Запишите. Как в краткой форме выглядит. И пропионовый альдегид также записали у себя. Далее, ребята, смотрим. Изомерия. Внутриклассовое структурное изомерие альдегидов обусловлено строением углеродной цепи, которой присоединена альдегидная группа и начинается с четвертого представителя гомологического ряда. Далее, посмотрели на формулы. Это бутаналь. Масляный альдегид. По-другому его называем. Опять же, откуда они начали нумерацию? С того углерода, который находится при функциональной группе. Изомер для данного рассмотрели. И называем 2-метилпропаналь. Положение 2-метилпропаналь. Это изомасляный альдегид. Записали это также у себя. А мы продолжим. Предельные альдегиды и кетоны с одинаковым числом атомов углерода являются межклассовыми изомерами, то есть образуют межклассовую изомерию. Обратили внимание на общую формулу С3А6О. А теперь на их структурные формулы. К данному составу подходят пропанон, это кетон, и пропаналь, это альдегид. Они являются межклассовыми изомерами. А также, ребятки, рассмотрели пространственное положение для данных формул. Дальше продолжаем. У альдегидов оптическая изомерия начинается с 2-метилбутаналя. В ее молекуле третичный атом углерода связан с четырьмя разными атомами и атомными группами. Записали, какие они. Это водород, CH3, CHO и CH2H5. В результате чего она существует в виде двух оптических изомеров. А теперь наглядно это рассмотрели на рисунке. Оптические изомеры 2-метилбутаналя. Как мы видим, все четыре группы находятся вокруг углерода и словно зеркально отображаются. Ребята, надеюсь, данная тема вам ясна, и мы смогли с вами разобрать понятия альдегидов и кетонов. А теперь попрошу вас закрепить изученные на странице 55. А также, дорогие ребята, в связи с пандемией, пожалуйста, оставайтесь дома, берегите себя. И до следующего урока. Здравствуйте, дорогие ребята. Мы продолжаем с вами изучать раздел микробиологии, отрасли биологии. И продолжаем изучать микробиологию и микроорганизмы. И сегодня мы рассмотрим микрофлору воды или водных источников. Какие вопросы возникают у нас при изучении данной темы? Прочитайте внимательно. Чем отличается микрофлора воды от микрофлоры воздуха или почвы? Каковы причины неравномерного распределения микроорганизмов в разных средах? В данном случае мы исследуем воду, значит, нам нужно определить причины неравномерного распределения микроорганизмов в водных источниках. Прежде чем мы к этому перейдем, давайте вспомним. Скорость размножения микроорганизмов велика. Вы знаете, что за 20 минут из одной бактерий образуются две бактериальные клетки. Но так как вам известно, что на одном сантиметре в квадрате нашей кожи могут содержаться 20 тысяч до 40 тысяч микроорганизмов или бактерий, представьте себе, что если мы не будем мыть руки, это элементарно. Самый простой пример. На одном сантиметре в квадрате, а наша кожа составляет 2 метра в квадрате, представьте, сколько бактерий будет находиться на нашей коже, если мы не будем очищать ее от микроорганизмов. Значит, скорость размножения микроорганизмов велика. И это характерно для всех сред обитания, и для водных, и для почвенной, и для воздушной. Если мы начнем говорить о водной среде, задаемся таким вопросом, есть ли микроорганизмы в водной среде. Вы видите здесь различные воды. Их можно назвать надземные воды или поверхностные воды. Какие воды видите здесь? Реки, озера, моря, океаны. Это все надземные воды. Но есть еще подземные источники. Их тоже очень много. Их называют грунтовые воды, которые затем выходят на поверхность воды. Если вы рассмотрите внимательно картинку, то вы увидите, что есть понятие межпластовые воды. Вот эти воды, которые находятся между пластами земли. Это грунтовые воды. И прежде чем подняться на поверхность земли, они проходят через пласты. Внимательно обратите внимание на то, что я говорю. Прежде чем выйти на поверхность, они проходят через пласт. Значит, пласт – это определенная часть, через которую прежде чем выйти, они проходят. И какой процесс здесь может произойти, подумайте об этом. И выходят на поверхности в виде родников, в виде источников. И вот одним из таких источников, как вы хорошо знаете, это чудо природы Азербайджана, которое находится в Кельбаджарском районе. Истису мы называем. Это минеральные воды истису, которые обладают лечебным свойством, лечебным действием. В их состав входит очень много важных элементов. Это и фосфор, и цинк, и медь, и йод, и никель, и магний. И эти воды настолько насыщены полезными элементами, поэтому, я как и сказала, их применяют в лечебных целях. Вы должны знать, что минеральные источники истису образовались в 1138 году, во время сильного землетрясения. Вот видите, и они выходят на поверхность. У них очень высокая температура, до 60 градусов может достигать. И образуют вот такие фонтаны. Это подземные источники. Так как у них высокая температура, высокая насыщенность минеральными солями, то количество бактерий в них минимальное, в отличие от надземных, поверхностных вод. Еще раз давайте вспомним поверхностные воды, надземные, подземные. Значит, родники, грунтовые воды, минеральные источники будут содержать меньше микроорганизмов. Почему? Как я вам сказала, обратите внимание, потому что грунтовые воды проходят через слой межпластовый. И межпластовый слой, он как фильтр, который осаждает, таким образом забирает в себя, фильтрует эту воду. И когда вода выходит на поверхность, она оказывается более или менее освобождена от микроорганизмов. В данном случае горячие источники практически лишены микроорганизмов. Но мы все каждый день пьем воду. И, как вы знаете, вы должны выпивать каждый день не менее двух литров воды, чистой воды. Не чая, не кофе, не сок. Вода. Чистая питьевая вода. В летний период даже больше, до трех литров воды. Это важно. Потому что без воды не происходят процессы обмена веществ, и все наши процессы затормаживаются. Вода. Человек начинает прибавлять в весе, плохо себя чувствовать. Причина проста. Он не пьет воду. Так есть ли микроорганизмы в питьевой воде? Есть, ребята. Если рассмотреть воду, взять воду под микроскопом, то можно увидеть микроорганизмы. Но мы сейчас рассмотрим с вами, должны ли вообще быть микроорганизмы в питьевой воде. Подумайте. И вообще в водных источниках. Как мы и разобрали, грунтовые воды, они фильтруются через слои почвы, содержат минимальное количество микроорганизмов. В отличие от открытых водоемов, в открытых водоемах они загрязняются прежде всего почвой. Вот смывается почва в водоем, а с почвой, потому что в почве много микроорганизмов, туда попадают бактерии. Не только бактерии, микроорганизмы. А также выделение животных, человека. И все это может попасть в централизованную систему водоснабжения. Но, слава богу, у нас в Азербайджане хорошо развита центральная система водоснабжения. И вся вода подвергается специальной очистке. Либо хлорированию, понятно, либо озонированию. И вся эта вода, которая уже поступает для питьевых хозяйственных целей, она не несет в себе микроорганизмов. Но, несмотря на это, ребята, все равно воду пить из крана не советуем, не стоит. Все-таки лучше пить воду бутылированную, либо прокипяченную, чтобы избежать каких-то последствий. Почему, ребята, почему открытые водоемы загрязнены бактериями? Почему? Потому что в них впадают сточные воды. Сточные воды – это, скажем так, вода, в которой есть либо бытовые отходы, либо промышленные, либо атмосферные сточные воды. Но мы рассмотрим бытовые, потому что количество микроорганизмов именно в бытовых сточных водах может быть повышенное. Там содержится очень большое количество микроорганизмов. Могут содержаться, если сточные воды не будут проходить специальную очистку, фильтрацию. Как вы думаете, можно ли использовать воду для хозяйственных питьевых целей непосредственно из источника? То есть любой источник природный взяли, провели трубу и использовать? Конечно, нет. Почему? Потому что высокое загрязнение поверхностных вод, вот именно сточными водами, бытовыми отходами, нефильтрованными, не дает возможности использовать. Это, конечно, большая экологическая проблема. Но я думаю, что мы справимся, человечество справится и с этой проблемой тоже. Значит, для хозяйственных целей используется вода, которая только после специальной обработки. Читайте, ребята, не только слушайте мои слова, но и читайте. Научитесь одновременно настроить свой мозг и на чтение, и на слух совершенствуйте свои органы чувств. Микрофлора воды, как я уже сказала ранее, может быть полезна и вредна. Или она может иметь естественную микрофлору, которая не нанесет особого вреда, и патогенную микрофлору. Естественные микрофлоры, ребята, это сапрофиты, микрококи, железобактерии, могут быть дрожжеподобные грибы, водоросли. Патогенная же микрофлора – это возбудители опасных бактериальных заболеваний в основном. Холера, дизентерия, брюшной тип, энтеровирусы, такие как кишечная палочка, на данный момент она является очень опасной. Наличие, даже когда берут воду на посев, обязательно смотрят содержание количества кишечной палочки в воде. В летний период вам всегда говорят, не посещайте какие-то зоны, допустим, Каспийского моря, какие-то части, районы, потому что там повышено количество микроорганизмов. В данном случае, в первую очередь, количество кишечных палочек, ребята. И если вы услышали такое предупреждение, вы должны следовать ему. Потому что при купании, если хочешь не хочешь, попадает какое-то количество воды в организм, вы можете заглотнуть эту воду. И если вода содержит повышенное количество микроорганизмов, бактерии, вы можете заразиться данными заболеваниями. Микрофлора воды – это вообще вода благоприятная среда для микроорганизмов. Почему? Особенно прибреженные зоны между гидросферой и литосферой. Здесь очень хорошие условия, много тепла, много кислорода, поэтому вода является хорошим источником для размножения микроорганизмов. Иногда количество в одном миллилитре воды при сильном загрязнении может достигать нескольких миллионов, даже одного, но и выше миллиона. Стоки с поверхности почвы, как опасность, несущие вот эти сточные воды, опять-таки, к чему может привести? Может привести к тому, что патогенная микрофлора, которая имеется в сточных водах, станет источником заболеваний страшных. Холера, брюшной тип, дизентерии может привести к эпидемии, ребята. В истории Земли насчитывает очень много таких эпидемий. Люди пили воду из водоемов, но не понимали, почему они заболевают, почему свирепствовала холера. Потому что они пили воду непрокипяченную из рек, из озер. О чем это говорит? О том, что нельзя пить воду зараженную. Но даже если она не заражена, вы не можете быть уверены на 100%. Конечно, водоем может самоочищаться. Каким образом? Как мы сказали, грунтовые воды фильтруются, могут оседать эти микроорганизмы, могут быть подвержены действию ультрафиолетовых лучей, солнечных лучей. Поэтому, если бы, ребята, не было самоочищения в водоемах, представьте себе, какая была бы глобальная опасность, грозила бы в данном случае Земле. Значит, самоочищение в водоемах плюс фильтрация, плюс дезинфекция и стерилизация. Это два, я думаю, знакомых вам термина. Вы знаете, что воду нельзя надеяться на самоочищение водоемов. Конечно, воду дезинфицируют, стерилизуют, кипятят. Если раньше считали, что кипячение убивает микроорганизмы, то, ребята, нет. Есть такие источники, горячие источники, глубины, допустим, глубины Тихого океана. Нашли такие бактерии, которые, наоборот, их подняли на поверхность воды, и при температуре выше 40 градусов они стали замерзать, ребята. То есть им нужна была температура выше, им было холодно при той температуре, при которой остальные бактерии не выживали. Это пока загадка, ученые этим занимаются. И это вам тоже, посылая вам такое маленькое задание, вы все знаете, что будущие ученые находят вот такие проблемы и начинают их решать. И все в ваших руках, вы тоже можете. Вот есть такой хороший конкурс с Абаганалемляри. Может быть, это вас приведет к тому, что вы тоже захотите участвовать, найти проблему, решить эту проблему. Это тоже, ребята, очень важно. Значит, вопросы, которые мы сегодня с вами разобрали, это микрофлора воды. Вы поняли, что микрофлора воды имеет и естественную микрофлору, и патогенную микрофлору. Вы изучили, что природные водоемы и поверхностные, и подземные могут содержать микроорганизмы, которые могут быть болезнетворными. И наш вопрос, каковы причины неравномерного распределения микроорганизмов в разных средах обитания, в частности, в разных водных средах, зависит от состава сточных вод, происхождения сточных вод, загрязнения или качественных показателей сточных вод. Мы с вами ответили на вопрос, который поставили в начале урока, и пришли к такому заключению, что микрофлора воды изменяется в зависимости от состава воды. Наличие в ней микроорганизмов, происхождение воды, качественных показателей, различают естественную микрофлору, которая должна быть в воде и не причиняет вреда человека, и патогенную, которая может вызвать такие заболевания, как брюшной тиф, холера и привести к эпидемии, и заражение воды, патогенной микрофлорой, как я сказала, может привести к эпидемии. Не забудьте еще раз, ребята, внимательно прочитать тему. Как всегда, выписать все нюансы, моменты, термины, которые вам непонятны. И это необходимо делать каждый урок, потому что, когда вы вернетесь в школу, вы или при онлайн занятиях, вы можете обратиться к педагогам при дистантном обучении, обратиться и спросить ответы на свои вопросы. И педагоги вам с удовольствием ответят. Но для этого нужно это записывать. Значит, если у вас возникли вопросы, вы их записываете, находите ответ, и все прекрасно. Прочитайте тему, тема 12, микрофлора воды, и выполните все необходимые задания. При возможности пользуйтесь ссылками, которые имеются на Тримсе Эдуаз, на Эда Арслик. Если вдруг у вас не оказалось учебника под рукой, вы всегда можете на сайте найти нужную вам информацию. И, конечно же, ребятки, берегите себя, потому что сейчас кругом эпидемия, пандемия, коронавирус. Но вы все знаете, как нужно себя вести, поэтому удачи вам и до новых встреч. До свидания.